Руководство нашего региона в это непростое время оказывает всестороннюю поддержку сельскому хозяйству. Съемочная группа информационного агентства «Грозный инфорум» решила узнать, как себя чувствует агрария в это непростое время, какую помощь им оказывает государство и в чем она заключается. Саид Магомед занимается откормом скота 11 лет. Еще в молодости, учащенный зоотехника, он мечтал разводить крупный и мелкий рогатый скот. В 2009 году его мечта осуществилась. Он, наконец, открыл свое дело, и в этом ему помогло руководство региона. Фермер рассказывает, за это время мясо, которое он поставляет, стало чуть ли не брендом. О поставках просят даже из самого Санкт-Петербурга. Фермер также разводит мелкий рогатый скот, количество которого дошло уже до 200. Сейчас их откармливают на альпийских лугах, рассказывает аграрий. Герой нашего сюжета с гордостью показывает свое хозяйство. Всего у него 560 голов крупного рогатого скота. Здесь только небольшая часть. Остальные на выпусках, объясняет он. По словам фермера, руководство региона оказывало помощь сельскому хозяйству в период пандемии. Помогало всем необходимым делиться аграрий. С министром они сами приехали, сказали, если что надо, вот контакты наши, телефоны, вот непосредственно выделены представители их, чтобы при завозе кормов, завозе скота, чтобы с ними контакт, и я в принципе никаких проблем не почувствовал. За завозом и кормами никаких проблем не почувствовали. То есть абсолютно никаких проблем? Абсолютно никаких. А как это вот сказалось на продаже мяса? Ну, у нас в любом случае процентов 30 на продаже в то время было уже приостановлено. Так как мы все это работали, куда на свадьбу, на похороны, людям вот так мясо подставляли. Ну, как было ограничение. Ну, сейчас, аль-хамду-лах, Далгастан Бубау на полном штабе был. Дерни до заготовки кормового дома процентов 90 завершено. Планируем, вот, на 20-й год у нас сейчас 560. Когда Муса, министр, приехал, он хочет, чтобы мы еще расширялись. Мы сейчас это помещение готовим, еще на 250 голов, сейчас 560. Да, да, конечно, помогает он со всеми, да, без их помощи такую, да, но это тянуть, то оно сейчас невозможно, так как наше мясо, большая спроса, даже в Питере мы сейчас заключаем договор, что мы будем поставлять, то оно наше. Нет, непосредственно из Чеченского, из Курида, мясо не хотят. В прошлом году тоже была там заявка, но с этим проблемой не получилось. Но сейчас мы уже заключили договор, но если мы кормим, да, и есть потребность, есть там клиентура, и с этим, да, бывает, да, год, два, три больше рабочего места добавляется. Я сам по специальности зоотехник, я тоже, поэтому я эту работу и начал, да, задействовал семью, своих родственников, потом посторонних рабочих, я сейчас в этом году четыре рабочих места открыл для них. До завершения года еще три рабочих места добавляется. Наш герой уверен, благодаря помощи главы Чеченской Республики даже этот год сельское хозяйство региона завершит с большим плюсом. Башир Саутиев, Рамзан Мусаев, Мусас Айдулаев, информационное агентство «Грозный информ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова